Всем привет, дорогие друзья! С вами Антон Кузьмичев, это канал IronBuy, и сегодня мы поговорим о, пожалуй, самой нашумевшей команде этого межсезонья. Речь, конечно же, зайдет о Phoenix Suns. Ну а перед началом ролика давайте что, лайк поставим, там потом какие-то там что-то вам понравится, там комментарии напишем, вот. В общем-то, подписывайтесь, проявляйте активность, это ваша лучшая поддержка нашему каналу. Так что все, вот так вот. Стравитесь поудобнее, мы начинаем. Дабы не терять хронологическую последовательность повествования, что очень важно для тех наших зрителей, кто смотрит NBA не так давно, то начнем, вероятно, с краткой истории становления франшизы, чтобы вы смогли сами оценить всю боль, страдания и отчасти даже унижения, преследовавшие команду с 90-х годов. Первым этапом принято считать эпоху Пола Весвеля и Элвана Адамса, с которыми аризонцы даже успели побывать в финалах NBA. Но произошло это в лохматых 70-х годах, так что лучше и куда более релевантнее обрисовать ситуацию на стыке 90-х, где Феникс под предводительством Кевина Джонсона считались едва ли не самой грозной силой лиги на Западе. Но касалось это больше регулярного первенства, и бы перенести локальные успехи в регулярке на плей-офф едва ли удавалось сделать даже с приходом Сэра Чарльза Баркли. В сезоне 92-93 под руководством того самого Пола Весвеля Феникс Санс были остановлены Чикаго Буллс Майкла Джордана в финальной серии чемпионата 2-4. Пришедший и после четырех сезонов ушедший в довольно несуразном обмене Джейсон Кинт ситуацию явно не подправил. Стабильность? Да. Но едва ли это ты хочешь, если апсайд твоей команды – это первый раунд плей-офф NBA. Перезагрузившись в компании 0-3-0-4, Феникс назначили новым главным тренером Майка Де Энтони. А на рынке свободных агентов вновь заполучили блудного сына Стива Нэша, которого, собственно, и драфтовали в 96-м, из-за которого спустя два года от событий 96-го года в ходе трейда получили важнейший элемент мощной триады середины нулевых – Шона Мэриона из Dallas Mavericks. Феникс анс катались на 62 победы с одним из самых узнаваемых стаков 21-го века – Джо Джонсон, Амара Стэдемайер, Шон Мэрион, Квентин Ричардсон и новоявленный MVP тех лет Стив Нэш. И даже несмотря на то, что в этом и трех последующих сезонах Феникс были уверенной командой на 50-плюс побед в регулярке, судьба была к ним чуть менее благосклонна. Ибо трижды на их пути к Кубку Ларио Брайана возникали тогдашние Сан-Антониус Перс Грега Поповича, впоследствии дважды в тех ранах ставшие чемпионами NBA. А в 2006 году Дир Новецкий был тем самым великим немцем. Собственно, да, ничего не получилось. 2010 год. Феникс Санс фактически отказывается от услуг Амара Стэдемайера, дав тому возможность попробовать свои силы в Нью-Йорк Никс. Нэшу уже 35 лет и совсем скоро он станет игроком Лейкерс, которые вдруг резко решили стать Эли Галактикос. А Санс в очередной раз пролетает мимо своего контендерского окна, начав перестройку. В течение последующих 10 лет Феникс Санс никто не видел и ничего о них не слышал в матчах после регулярного чемпионата. А на первой роли прорывались с переменным успехом такие люди, как Брэндон Найт, тот самый Горан Драгич, Тайсон Чендлер и, конечно же, лысая вошкада пирожка Марчин Гортат. Дальше вы уже помните чуть лучше. Монти Уильямс делал в короткие сроки Феникс контендером. Уже в сезоне 2021 команда залетела в довольно скомканный постбабловский финал НБА и затем дважды оступались в полуфиналах плей-офф. Первый раз в том же составе, второй раз уже при новом владельце Мэти Ишбе, то есть в прошлом сезоне. И все это написано не для того, чтобы подтянуть матча с текущего состояния франшизы, а скорее просто подбодрить зрителей предыстории того, что Феникс это команда, которая несколько раз подлетала к небесам и все разы ей не хватало какой-то, знаете, дерзости что ли, какого-то винтика, чтобы действительно быть в спорах за лучшую команду ассоциации. Что мы видим сейчас? Мэтт Ишбе приобретает франшизу за 4 миллиарда долларов после публичного скандала предыдущего ее владельца Роберта Сарвера. При этом из интересного всего год назад авторитетное издание Forbes оценивал состояние Ишбе в сумму на 800 миллионов выше рыночного прайса Феникс на момент ее приобретения. А первые действия вызывали смех и недоумение у многих продвинутых пользователей соцсетей. А все потому, что 9 февраля 2023 года процесс необратимой перестройки запустился молниеносно. Уход Кэма Джонсона, Микела Бриджеса и нескольких пиков первого раунда такая цена была уже не за молодого, но звездного и желающего покинуть команду Кевина Дюрента. Как будто бы даже мы почуяли вкус переплаты. Букмекеры взвинтили котировки на Феникс, сделав их чуть ли не заочными фаворитами этого сезона, но были рады ошибиться. В втором раунде эта машина, нет, не заглохла, а просто остановилась. Causal Relationship. Простите, мне мой английский выявлять не надо. Крис Пол не был готов играть, но это еще полбеды. В погоне за Дюрентом команда лишилась главного. Она лишилась тех людей, которые дают глубину. Второй юнит, запасные, ротация, называйте это как хотите. Тут можно зацепиться за экзистенциальный кризис идеи Монти Уильямса, которого, к слову, довольно быстро отправили в отставку после неудач компании 2023. Но давайте так, если в финальном матче сезона против будущих чемпионов у тебя в старте выходит Джоклен Дейл Энри Шемет и Кэмпейн, то, как говорится, сори, браза, мы приехали. И вот сейчас мы подходим с вами к главному. Внимание. В основном, ростере Феникса было целых 4 игрока на 30 плюс миллионов долларов в год, учитывая, что контракт Криса Пола стал бы гарантированным полностью формально уже к началу сезона, где лишь двое играют на скиллсет вэлю, соответствующее этим деньгам. ИНБ – это не футбольный мир поэзии, бабок и славы. Это бюрократический механизм, где после подписания нового коллективного соглашения стало понятно, что в такой перегруженной зарплатной ведомости франшизы пойдут ко дну куда быстрее, чем это сделала однажды Эйзе и Томас период своего прайма «Самовеличие». Если вдруг кто не знает, то в новом CBA прописан второй порог налога на роскошь, и Феникс Сан с радостью туда, конечно же, въехали. В последующем это будет караться отсутствием исключений среднего уровня, что уже в свою очередь подведет Феникс ситуации, где они попросту будут побираться ветминами, что с ними, кстати, вполне резонно произошло и этим летом. Окей, шаг номер два. Напомню, первым было увольнение Монти Уильямса. Что делать с Крисом Полом? Твиттер даже просочился инсайд, что Криса намеренно отчислить, и там сразу несколько десятков команд выстрелились в очередь за ветераном. Но на практике мы с вами услышали новость. Брэдли Билл запросил обмен из Вашингтон Уизардс. Сложив 2 плюс 2, менеджмент Феникса понимал, я уверен в этом, что риск менеджмент подобной сделки просто невозможно рассчитать. Брэдли почуть начал ломаться, едва отыгрывая 50 матчей за сезон, но два года назад многие его котировали чуть ли не в двадцатки сильнейших игроков лиги и лучших скороров ассоциации. Положив болт на баланс ростера, действовать нужно было решительно. Снова Пики, снова Крис Пол, даже Ленри Шеммит. Такова цена за игрока готового стать третьим полноценным рычагом в атаке после Дибука и Дюренте, и которому ты должен выписать порядка 205 миллионов долларов за следующие четыре сезона. Одобряю ли лично я такую сделку? О да, конечно, конечно да. Ибо трейдвейлио Эйтана стремится к нулю, и рынок по нему не то чтобы холодный, а рынок просто залез куда-то в морозилку, где, чтобы отдать уроженца Багамских островов на жирном контракте, ты должен будешь еще добавить несколько драфт-пиков, которых у Феникса заметно поубавилось за последний календарный год. И дальше начинается самое главное. Хейтеры действительно визжали как свинки от восторга, но де-факто работу менеджмента стоит оценивать уже после окна перехода. 27 июня 2023 года. Изи! Опция продления Иша Вейнрайта должна была быть активирована. Тут никто не ждет прогресса до защитной символики, но Иш просто-напросто в текущих активах стоит своих денег. Он игрок второго юнита. Undersize Oversize. Довольно низкий для позиции 3-4, но при этом обладающий очень внушительными габаритами. Сохраняем. 30 июня. Возможно топ-10. Да нет, пусть будет топ-5 в подписании этого лета. Однолетний контракт Джоша Акоги на 2.35 миллионов долларов. Я не знаю, можете в любую метрику залезть сейчас. Акоги один из лучших защитников периметра прошлого сезона. Я бы сказал, что он проявил лояльность, согласившись на такой контракт. Есть, конечно, вероятность, что и рынок был не горячим. Но он просто был одним из номинантов на камбэк года в том сезоне. Предельно ограничен в атаке, что в целом в какой-то степени ок даже для Феникса. К тому же на кэч-н-шуте появились хоть какие-то положительные тенденции в виде 33% попаданий из-за дуги. 2 июля. День, когда рынок сорвался с цепи. И вот здесь-то и произошли самые точечные сделки. Чтобы вы не потеряли контекст, то у нас уже де-факто сформирована стартовая пятерка. Предположительно, она будет выглядеть где-то в районе Девин Букер, Брэдли Билл, Джоша Акоги, Кевин Дюрент и Деандр Эйтон. Никого из этой пятерки трогать уже не стали бы. На скамейке и контракте уже переподписанные Акоги и Швейн Райт, пришедшие в сделки по Биллу Джордан Гудвин, Кэмерон Пэйн и вот как бы все. На вкус и цвет товарищей хоть и нет, но этим ростером ты приедешь только в ожидании Хистон Рокетс. Очевидно. Первая цель – центровой. И тут нашелся действительно хороший и порядочный вариант. Школа Грэга Поповича «Все дела» через нее, только на два года меньше, проходил изрядно удививший в прошлом году Джоклен Дейл. Через нее же проходил и Дрю Юбонс. Для второго юнита шикарное усиление за 5 миллионов долларов на два года – рим-протектор, который может в пики на роллы. Вторая цель. Кита Бейтс Дьёб. Даже чуть продвинутый любитель NBA мог о нем не слышать, но Дьёб последние три года пылился на Антонио и приехал сюда с явным намерением закрепиться в ротации. Очень ровные метрики, которые свидетельствуют о том, что это беспроигрышный вариант для углубления состава. На фоне брейкаут-сизона контракт также выглядит выгодно – 5 на 2. Чимези Мэтто. Не могу многое про него сказать, но Феникс просто решили пройтись по пацанам, которые хоть как-то прикасались к культуре Тима Данкона. Динамичный бигмен за неплохую зарплату, закрывает позиции 4-5 по необходимости. Что-то в районе 2-3 юнита, как мне кажется, в прошлом году, если что, вы могли увидеть в Сакраменто Кингс. Третий июля. Юта Ватанабе. Который явно, хотя бы по национальному признаку, имел более выгодные с финансовой точки зрения предложения, но, как говорили великие, мэн любит Дюрента. И в этом контракте на 2 года и 5 миллионов долларов явно прослеживается эта лояльность. Юта хорош по тап-шутингу, любит джаз, можно в целом больше и не пытаться в деструктивный юмор. Он этакий Дюрент на минималке минималок. Есть трехочковый бросок, есть трудовая этика. Не стоит, конечно, ждать прям чего-то из-за вне прорывающегося, но сделка явно хорошая. Следом, казалось бы, остались формальности, бумажки и так далее. Переподписание Демина Ли, понятный сценарий. Ли вроде как нашел бросок после провального отрезка в Golden State Warriors. Была парочка годных матчей от него в прошлом году. Но, вероятнее всего, интерес также был со стороны других команд Ассации максимально ограничен. Так что тут все ок, однако наступило 6 июля, и вот тут, как мне кажется, люди чуть подзадохнулись от овер-ожиданий. Лос-Анджелес Клипперс отчисляют Эрика Гордона, которого вот только недавно забрали в сделки по Кенарду, и Эрик предпочел отправить свои таланты в Аризону, хотя явно был овер от тех же Golden State Warriors. Кто-то там мечтает, что ИДЖИ станет винтиком чемпионской команды, однако, как мне кажется, что это полумера на случай серьезных проблем, которые легко могут возникнуть с этим травмоопасным составом. Функционал Эрика очень сильно пострадал из-за травм, и уже это можно тоже говорить, возраста. Но этот самый функционал не придает ничего нового команде от того, что они имеют сейчас с Биллом, Кейди и Букером. В моменте из Гордона еще и лепили комбо-гарда, но видение площадки там явно на 2-3 уровня ниже Ди, Би и уж точно Кевина. Друзья, ну и ролик был бы неполноценным, ни без какой-либо рекламы, а то, что просто бывает такое. Я написал ролик условно во вторник, а в воскресенье, то есть вчера, пришла такая монструозная информация, которая заставила меня точно еще до записать полторы минуты. Давайте вкратце ее вам также поведаю. Первая информация, она самая важная, это уход Кэмерона Пэйна за бесценок, что означает, что Мэтт Ишби, владелец команды, сэкономит порядка 30 миллионов долларов на такса. Мы уже говорили с вами про второй порог, говорили про первый, ну с первого просто невозможно вылететь. И формально Кэмерон Пэйн уходит в Сан-Антонио, получая еще при этом Феникс получает торговое исключение на 6,5 миллионов. Сейчас, в данный момент времени, хорошей опции на втором юнити, на поингарде, у Феникса просто не осталось. Вторая новость, это подписание легендарного в каких-то кругах бол-бола. Бол-бол-бол-бол-бол, да? Игрок провел свой лучший сезон в карьере, но никого не убедил, что он в целом интересен в NBA. Не знаю. Апсайт у него, ну то есть, давайте дословно, апсайт у него неизвестно какой, может быть очень высокий, может быть очень низкий. Но то, что я видел в Орландо и видел до этого, бол-бол не может интегрироваться в NBA, так как это тому подобает. Вот, так что я не знаю. Второй, третий юнит, возможно, что-то будет очень даже удивительное. Ну и третья новость, которая лично меня не то что расстроила, она просто вводит ступор. Я не знаю, как вообще реагировать на то, что сейчас происходит в Фениксе. То есть, возможно, это какой-то хитрый замысел, гения. Возможно, они действительно просто лицом по клавиатуре катаются, но Брэдли Билл будет наигрываться основным поингардом. То есть, я говорил с вами про Дибука, про Кевина Дюрента. Ну да, есть Дэвин Букер и есть его друган из Вашингтона Джордан Гудвин, у которого карьер хай 9 передач, к слову так сказать, да, который наигрывался тоже комбо-гардом. Брэдли Билл даже в период своего прайма, пусть это будет 2-3 года назад, он неумело разыгрывал комбинации. И у него с компонентом игры дать передачу были определенные проблемы. О чем и свидетельствует эффективность пассов по оценке VBL индекса, она на оценке F. Это, ну, это очень плохо. Так что да, не знаю, Фениксанс, конечно, команда такая ударная. Вот, и знаете, не так важно, что мы что-то не понимаем, потому что гения тоже иногда не понимает. И, тем не менее, да, я знаю точно, что первые 5-10 матчей это будет одна из тех команд, за которые многие хотят понаблюдать. Вот, и давайте ждем тогда. Может быть, какие-то еще сделки, не знаю, но Фениксанс действительно в кураже. Вот, ну а мы в раже. Вот так голопом по Европе мы с вами прошлись по основным изменениям в составе Фениксанс. Но, согласитесь, пресновато выглядит. Нет главного. Мнение автора. Понятно, что сейчас будет отдавать субъективщины, но основной тейк заключается в том, что, по мне, общественность, которая топит за потопление Феникса, немного не разобралась и по какой-то причине удалила из уравнения текущую диспозицию франшизы после обмена Дюрента и летней ситуации с Деандрой Эйтаном. В моменте, с точки зрения маневров и рыночной лоббильности, Фениксанс стали самой неповоротливой машиной в ассоциации. Однако Аризона, где очень много тех стартапов располагается в данный момент времени, и оверролл скиллсет вэлью ростера дало свои плоды. Очевидно, что на бумаге минимум 3-4 игрока недополучили по новым контрактам ради мгновения. Мгновения славы. И тут, знаете, что скажу, не важно, как я отношусь, не важно, как я буду сейчас расписывать вам идеи о том, что мяч должен быть поделен между Дюрентом, одним из самых недооцененных форвардов-плеймейкера своего поколения, и Дэвином Букером, чья миссия изначально была в развитии аспекта розыгрыша. А Эйтан должен вспомнить песенку не про то, кто проживает на дне океана, а про мужчину, которого выбрали первым на сильнейшем драфте за последние 10 лет, ведь только слепой не увидит талант Де Андре. Талант, помноженный на Пусси Синдром, это да, но все же можно исправить. Мгновение ока. И не менее очевидно, что это вызов для Брэдли Билла, которого смешивали с говном всю карьеру. Уолл был лучше, Вашингтон не выйдет на новый уровень с Брэдли и т.д. То есть мы с Вами видим максимально замотивированный ростер. Букер уже не звезда без приставки Супер. Отнюдь, это просто так кажется. Дюренту нужен еще один титул для наследия. Биллу нужна перезагрузка. Эйтан желает показать свои тестикулы, а из ролевых игроков свою заинтересованность в проекте показали сразу несколько индивидуумов. Это настоящие броуки, которые пойдут по Вашу душу. Да что там говорить, Прэнк Вогель – это настоящий броук. В общем, самая атмосферная команда лиги собралась, возможно, в самом атмосферном штате страны. Хочется ли мне за них болеть? Конечно, да. Конечно, да. Пишите в комментариях, какое место, какие ожидания у Вас от Венихсан в следующем сезоне. Подписывайтесь на канал, надеюсь, Вам все понравилось. Ну и пишите, чего не хватило. Возможно, действительно, чего-то не хватило. Так что все. Хорошего дня. Всем пока. Увидимся уже совсем скоро.